Всем привет! С вами Сезанна и сегодня в этом видео, по вашим многочисленным просьбам, я буду раскрашивать свой рисунок с помощью кофе. Таких видео на ютубе уже достаточно много, но честно признаться, я такого еще ни разу не пробовала. Поэтому мне самой очень интересно задействовать такой эксперимент. Рисовать я буду, конечно же, на акварельной бумаге. У меня здесь отрывные листики. Первый я буду использовать для сводчей, а второй уже для раскраса. Для этого видео я решила нарисовать своего персонажа Франклина, мне кажется, он довольно хорошо подходит для таких коричневых оттенков. В общем, надеюсь, что я не запарю этот рисунок. Кстати, я не стала вводить его ручкой, все нарисовано обычным автоматическим карандашом. Сразу скажу, я буду использовать разного размера кисточки, не знаю, какая мне больше понравится для этого дела, будем пробовать. Также палеточка, куда же без нее. И четыре стаканчика. К сожалению, четвертого прозрачного у меня не было, пришлось взять вот такую кружку. А знаете, почему их так много? А потому что мы будем использовать разные виды кофе и какао. Ну, первый, самый стандартный, это обычный кофе в зернах, вот такой вот. Такие вот зернышки довольно темного оттенка. А вот так вот они выглядят уже в молотом виде. Я сразу пересыплю это в кружку, потому что все равно будем заваривать. Затем я хочу попробовать кофе, но уже молотый, не знаю, возможно, он ничем не будет отличаться, но сейчас увидим. Отсыпаем. И вы можете видеть, что он реально отличается по цвету. Довольно-таки светлый оттенок. Также я хочу попробовать вот такой вот какао. Отсыпем его вот сюда. Также я взяла вот такой вот какао, который я периодически пью. Он довольно-таки нежный, молочный, возможно, будет отличаться чем-то от обычного. Сейчас мы это и проверим. Да, реально, посмотрите, как сильно он отличается. Честно говоря, я не ожидала, но мы получили 4 разных оттенка. Это очень хорошо. Теперь нужно все залить кипяточком. Я буду наливать кипяток ложечкой, потому что очень боюсь переборщить. Сразу размешиваем и смотрим консистенцию. Я думаю, вот так вот будет достаточно. Если что, я потом разбавлю. Замешиваем это. Такой темный оттенок, вообще класс. Довольно-таки густое. Я постаралась промолоть так, чтобы не было никаких комочков. Но все же, думаю, при раскрасе они будут. Теперь третье. Тоже довольно темненькое такое стало. Я буду делать густое. И последнее уже какао. Мое. Стараюсь аккуратно перемешать, потому что я уже разлила. Пришлось вытирать. И знаете, после добавления воды все стало довольно-таки темным. Теперь я попробую сделать свотч каждого. Вот это все у нас какао. Это детский, это обычный. В этом случае первый свотч изначально молотый кофе. Этот, который помолола я. Я действительно рада, что оттенки на бумаге получились тоже разными. А теперь для удобства в каждой из ячеек я наберу немного этой жижи, чтобы каждый раз не макать в сами кружечки. Думаю, так будет намного проще. Ну что ж, ребят, мне сейчас действительно очень страшно. Боюсь запороть рисунок, но все же ради видео. Давайте начнем. Для начала разбавляю цвет на отдельном листочке и затем приступаю раскрашивать волосы. Они у него довольно светлые, я не особо хочу сильно переборщить. А вот эту прядку делаю уже темной. Затем более желтоватым оттенком я покрою футболку. И некоторые маленькие детальки. Теперь самое страшное начинается, потому что я перехожу к кофте. У меня всегда возникает проблема с раскрасом одежды, потому что на ней много разных складок. И я не всегда понимаю, где нужно делать тени, а где нет. Но пока что на данном этапе я покрою все одним тонким слоем. Теперь возвращаюсь к волосам и пытаюсь сделать на них хоть какую-нибудь тень, чтобы они не были настолько уж плоскими. Поскольку кофе довольно-таки медленно высыхает, то невозможно сделать несколько слоев, пока полностью первый слой не высохнет. Оно просто смешивается и поднимает первый. Я думаю, сейчас это очень хорошо видно. Поэтому давайте переберемся к штанам, сделаем у них один слой и будем раскрашивать уже другое, пока это сохнет. На ощупь все вроде как хорошенько подсохло, но как только я начала наносить второй слой на волосы, то он просто-напросто начал слезать. Поэтому я немного смочил кисточку в воду, просто сняла этот слой, хотя небольшой оттеночек все же остался. Теперь максимально разбавленным кофеечком я сделаю небольшие тенюшки на лице. Не хочу потом его заштриховывать карандашом, думаю, все раскрашу кофе. Добавляю очередной слой на футболку, ибо она должна быть у него довольно темной. Ну а теперь, ребят, приступаем, вырисовывая складочки на его кофте. Беру тот же желтоватый оттенок, это покупной молотый уже кофе. Фигуба, конечно, что попадаются много таких вот крупинок, но потом при высыхании их можно просто струхнуть. Периодически я так делала, ибо под кисточкой прям так жутко катается. Ну а так, в общем, оттенок довольно неплохой, мне нравится, что он очень сильно отличается от его футболки. Опять же, я думала, что у меня получится какая-нибудь однотонная фигня, потому что я не мастер раскрашивать красками, но особенно кофем. Я сейчас действительно очень сильно стараюсь, но вряд ли результат будет каким-то классным. Потому что я больше привыкла рисовать цветными карандашами, либо же маркерами. Я, конечно, пробовала раскрашивать обычными красками, но от силы раз так пять. Знаете, я не люблю именно этот процесс наносения нескольких слоев, мне кажется, это таким запарным. Поэтому краски я беру в руки очень и очень редко. Хотя ими довольно-таки интересно рисовать. Так, я никак не могу сделать ему нормальный покрас волос, постоянно получается какая-то фигня. Не хочу их прям сильно очень затемнять, но и светлыми оставить тоже неохота. Смочу кисточку в воде и попытаюсь сделать ему отблеск на волосах. Первый слой кофе на лице уже давно высох, поэтому наношу второй, более темный. Стараюсь сильно не переборщить, чтобы лицо не казалось смуглым. Ну, вроде нормально. Теперь идем уже третий раз по кофте. Потому что после высыхания, хоть кофе, хоть краска становится всегда светлее. И я опять придаю ему теней в более таких закрытых местах, куда поприорит не попадает свет, и они всегда довольно темные. Стараюсь сделать это как можно более аккуратно, потому что при сильном нажиме на кисточку, первые наши предыдущие слои просто-напросто смешиваются с этим. И появляются некрасивые просветы. На штанах тоже добавлю опять темного оттенка, чтобы они были прям намного темнее, нежели кофта. Ну, а теперь я хочу немножечко приукрасить фон вокруг его головы. Для этого рисую такой не особо ровный круг с самым темным оттенком кофе, и от него уже пускаю небольшие лучи, тоже такие немножко кривоватые. Не буду их делать ровными, ровные все равно мне не получатся. Да и это не солнце какое-нибудь прям симметричное, а просто некая абстракция. В принципе, мне эта идейка нравится, думаю, получится хуже, но ничего так. Теперь наношу немного какао на бумагу, смешиваю его с водой и делаю легенькие тенешки от Франклина. Все-таки надо же хоть как-то заполнить фон. Я не хочу слишком много прям всего наляпывать, думаю, таких теней будет достаточно. Минут 10 я подождала, пока мистер рисунок полностью высохнет. И сейчас буду использовать вот такие вот ручки, обычные шариковые, которые потоньше я введу ей лицо, а более толстые все остальное. Только начала вводить, я сразу столкнулась с такой проблемой, что рисунок все-таки липнет. Я не знаю, сколько его нужно сушить, чтобы он полностью перестал липнуть к рукам, но у меня вприоре нет столько времени ждать. Поэтому буду делать хотя бы так. В принципе, можно так слегка на весу держать руку, либо же класть ее на пустые места, где нет кофе. Знаете, все-таки его одежду я решила ввести лайнером, ну или же линером, кто как говорит. Так, мне кажется, будет намного проще, потому что ручка очень плохо рисует поверх кофе, постоянно заедает, собирает эти кусочки кофе. То есть она рисует не поверх него, а просто его сошкребает. Это ужасно бесит. И как бы легонечко вы не проводили, оно все равно как-то пристает. И нужно постоянно убирать со стержня эти котышки. А с этим посмотрите как просто. Хотя линии получаются намного толще. Ну, думаю, это в принципе не особо страшно. Теперь я возьму белую гелевую ручку. И уже делаю блики на его лице, одежде, чтобы все смотрелось более живенько и ярко. Белым цветом хорошо делать контур, и он отлично разделяет цвета между собой. Не будет казаться все настолько слитным. Раньше для таких бликов я использовала обычную белую краску, но потом, когда я узнала про гелевую ручку, ситуация намного упростилась. Потому что ручки действительно намного удобнее это делать, да и проще. Ну, что ж, ребят, вот что в итоге у меня получилось. Могу сказать, что рисовать кофе не так просто, как кажется со стороны. И поскольку я делала это впервые, у меня получилось, ну, не особо прикольно. Хотя, если бы я чаще все-таки рисовала красками, то мои навыки были бы немного получше. Ну, а пока месть только так. Что ж, ребят, надеюсь, вам хоть чуточку понравилось это видео. Поставьте мне пальчики вверх, мне будет очень сильно приятно. Пишите свои позитивные комментарии, либо же запросы. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Встретимся в следующем видео. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok